2022 год, когда поменялось все. Привычные маршруты, цены, экономические связи и логистика для предприятий и людей. Европа узнала, что такое энергокризис, а Приднестровье боролось за мирную жизнь. Итак, февраль. Украина закрывает границу. Уехать в Россию задача со звездочкой. Перевозчикам пришлось искать альтернативные пути. Например, если раньше до Москвы из Террасполя доезжали за полтора дня, теперь почти за три. В два раза подорожали и билеты. К сожалению, на сегодняшний момент по ряду политических причин граждане Российской Федерации не могут спокойно доехать на наших автобусах в Россию. Они вынуждены лететь с пересадками через другие страны. Единственная страна, которая пропускает российских граждан без каких-либо дополнительных претензий – это Румыния. Соответственно, дальше Румыния уже движение заблокировано для них. Авиасообщение – еще одно изменение года. В феврале небо закрыто. Никаких перелетов. Дальше легче, но прямых рейсов в Россию больше нет. Только с пересадками, например, в Стамбуле или Ереване. И снова цены в разы выше. Смотрели в интернете, самолет с пересадкой выходил около 100 тысяч российских рублей. Автобус вышел 200 долларов. Проблемы с логистикой ударили по предприятиям. Вот Терраспольский завод консервов детского питания. Еще в прошлом году 90% кукурузы и зеленого горошка отправляли в Россию. Теперь основные рынки сбыта – Венгрия и Белоруссия. Месяц-полтора у нас продукция была на стадии. Мы вообще не производили отгрузок никаких. Ни замороженной продукции, ни консервированной. Подобное на заводе когда в последний раз случалось? Ну, такого не было. Сколько мы работаем на заводе, такого еще не происходило. Я приехал в Париж, где люди устроили забастовку. Они собирались, чтобы протестовать. Зарплаты. Они говорят, зарплаты низкие. Европа. Последствия энергокризиса. Тарифы на свет и газ взлетели. Волна протестов в десятках стран. Цена на электричество поднялась более чем на 30-40%. Этот счетчик забирает все. Каждый пенни. Все. Словно он съедает мою еду. Потому что он съедает мои деньги на еду. Я знаю много людей, которые вообще отключили отопление. Они просто решили, что будут носить много свитеров и все. Геополитика, от которой страдают люди, санкции против России все жестче. Эксперты еще в самом начале предупреждали. Эффект будет обратный. В итоге дефицит энергоресурсов. И удар по экономике. Разрыв взаимоотношений между Европой и Россией отразился практически на всей мировой экономике. Потому что спрос формируется в Европе, допустим, на энергоресурсы. Предложения в других странах. И если в одном месте возникает какая-то диспропорция, то это отражается на всей экономике в целом. И появившиеся диспропорции привели к тому, что возникли рост цен на ресурсы. Рыночная экономика работает по принципу, что чтобы не допускать дефицита продукта, повышается цена. Кто может по своим экономическим возможностям эту цену принять, тот покупает необходимый ему объем. У кого денег нет, купить его не может. Соответственно, ресурсы входят обязательно в себестоимость выпускаемой продукции. Рост себестоимости привел к росту цен на выпускаемую продукцию. Рост цен повлек за собой опять-таки разрыв между спросом и предложением на готовую продукцию. Это повлекло за собой рост безработицы. Опять потребление начало уменьшаться, конечное потребление. Поэтому произошли определенные шоки на разных рынках в мире. Не только в Европе, а в принципе в мире. Эксперты говорят, это только начало. В 2023-м цены будут расти на все. Мировой экономический шторм лишь набирает силу. По миру наблюдается серьезное сокращение доходов населения, инфляционные процессы. Это принесет мультипликативный эффект. Снизится спрос на все остальное. Возникнет вторая волна, когда от падения спроса снизятся производственные мощности. Есть такое понятие, как «черный лебедь». Неожиданно. Вот мы столкнулись сразу с большой стаей черных лебедей. Не только мы, но и там все присутствующие на планете. В 2022-м напомнили о себе замороженные конфликты между Косово и Сербией, эскалация напряжения. Дошло до перестрелок, вылетов военной авиации и столкновений. А это Степанакерт, столица Карабаха. Сегодня тысячи людей собрались на площади, просили международное сообщество помочь ситуации вокруг Лачинского коридора. Единственную дорогу между Арменией и Нагорным Карабахом еще 12 декабря перекрыла группа азербайджанцев. Из-за заблокированной дороги в Арцахе нехватка продовольствия. Китай и Тайвань. Тут тоже неспокойно. Сегодня военно-морские силы КНР провели учения со стрельбами возле Тайваня. Ранее Китай отправлял в сторону острова 18 бомбардировщиков. Такие маневры Пекин проводит с начала августа. А визит спикера Палаты представителей США Китая восприняли как прямую поддержку Америка и Тайваня. Мир перешел к этапу перехода к новой эпохе, которая может занять и годы, и десятилетия. И пока контуров этого нового миропорядка мы с вами не видим. И, к сожалению, история человечества не знает других механизмов перехода от одной эпохи к другой, как через фазу эскалации, как через череду локальных, а может быть и глобальных конфликтов. Кризис и нестабильность конфликты – все это влияет на людей. В сознании людей произошел основной коренной перелом, которого не было уже достаточно давно. Если раньше, когда у нас, особенно это было приятно, когда говорили маленькие детки, да, с табуреточки, желаем мира и здоровья, это, по большому счету, были такие символические, в общем-то, ритуальные, традиционные слова, которые никого не трогали. Это было приятно, красиво, но того смысла, какой эти слова приобрели сейчас, не было. Мир на пороге новой эры, об этом говорят все, и того, как было до, уже, скорее всего, не будет никогда. Новые экономические отношения, новые маршруты и повод сплотиться. Приднестровье тоже находится на линии геополитического разлома. Западного и восточного мира мы часть этой реальности. Поэтому мы, конечно, должны понимать это, учитывать эти факторы и, наоборот, сплачиваться для того, чтобы сохранять стабильность внутри общества, внутри государства, сохранять даже психологическое спокойствие. У нас есть механизмы, возможности, и, я считаю, есть понимание того, как сохранить и обезопасить свое государство и население. Мы следуем этой доктрине неукоснительно. Сейчас самое важное – мобильно реагировать на все вызовы, менять конфигурацию, производство экономики при необходимости, с тем, чтобы всегда находиться все-таки в активной ее зоне. Это, наверное, самое важное, что следует делать. Остро и четко реагировать на все вызовы и пытаться встроиться и остаться в системе, насколько это позволяет мировая экономика. Новая реальность в соцсетях и медиа. Собода слова стала условным понятием. В Европе блокируют российские СМИ. Да и не только там. Один из последних примеров – Молдова. Там на неделе запретили шесть телеканалов. В черный список все чаще попадают неугодные сайты, видео, соцсети. В 2022-м все чаще говорят о гибели свободной журналистики. Ну а когда в Европе появляются магазины, которые отказываются продавать товары русским, кажется, и это уже никого не удивляет. Сейчас мы можем понимать, что западные страны открывают свои каналы и говорят, что люди русскоязычные едят на завтрак маленьких детей. Понимаете, альтернативная информация есть, ее нет. И через какое-то время, понятно, что мой пример, он смешной, глупый и утрированный, но понятно же, что через какое-то время вот в ту утку, да, вот в ту неправду, которую они сформируют, вот в эту пропаганду эту, западный мир начнет верить. Информационная война – тоже тренд уходящего 2022-го. У нас, например, якобы объявляли мобилизацию. Часть фейков опровергал лично президент Красносельский и призывал доверять только проверенным источникам. У нас-то, в отличие от Европы и Молдовы, нет информационных запретов. И каждый сам выбирает, кому и во что ему верить. Кажется, в современном мире теперь всегда приходится выбирать сторону.